Друзья, приветствую вас на своем канале. В этот прекрасный день хотел бы представить шведскую печь Эльтфель. Она помещена вот в такой деревянный оригинальный короб. Короб умеет усиление по краям, у него имеются замки и ручки для переноски печи. Сам короб можно использовать внутри палатки как мобильный стол. Положить посуду, еду, другие вещи, а внутрь сложить либо дрова, либо вещи, которые не так часто используются. Внутри располагается сама печь, инструкция, в которой показано как собирать печь, собирать сегменты дымохода. У печи очень оригинальное решение по поводу ножек. Ножки интегрированы, они не пристыковываются, не присоединяются, они сразу уже идут целиком вместе с печью. В сложенном состоянии они повторяют изгиб корпуса печи. Раскладывается очень легко. Перекрестное движение, ножки разложены. Сделаны специальные углубления для того, чтобы можно было ножки поставить на ветки. Таким образом, печь не будет со временем проседать, если она будет стоять на снегу. Печь в основном проклепана. Элементы сварки присутствуют, ну, наверное, процентов на 15. Сварка идет снизу, проварена со стыковочной элементами, с одной части и с другой части. Также сварка используется при проварке крепления ножек к печи. Все остальные элементы это заклепки. Печь изготовлена из высококачественной нержавеющей жаропрочной стали, марка 304. Сверху у печи наварочной панели имеются отстампованные ребра жесткости, которые усиливают поверхность и позволяют устанавливать котелки, посуду, более тяжелые, более объемные. На такой варочной поверхности можно приготовить пищу для большой компании. И ничего с ней не случится. Также присутствует номер. Каждая печь присваивается свой индивидуальный номер. Обратите внимание на то, как выполнена дверца. Вот такой замок фиксации. Мы поднимаем пластину. Здесь имеется прорезь. И она спокойно освобождает дверь. Имеется регулировочный клапан. Выполнен в виде круга. Позволяет комфортно регулировать приток воздуха. При этом приток воздуха попадает не напрямую в топочную камеру, а через своеобразный карман. Дверка оборудована вот такой нишей. Воздух поступает через вот этот карман и уходит вниз в топочное пространство. Когда вы будете использовать эту печь, когда она будет работать, то отражение языков пламени вы увидите через вот это окошечко приточного клапана. Прямого огня не будет. Внутри топочного пространства печи размещаются сегменты дымохода. При этом количества сегментов достаточно для того, чтобы установить эту печь в палатку ТНСИПИ-15. У ТНСИПИ-15 высота палатки более 3,5 метров. Ну и естественно сегменты дымохода должны быть выше самой палатки. Потому что еще устанавливается и защита ткани. Тент-протектор. Давайте вынем сегменты дымохода. Искор-гаситель. Сегменты дымохода по своей длине 45 сантиметров. Они устанавливаются по дыму. Вот такая состыковка происходит. Ну и обратите внимание, что сегменты идут на увеличение. Первый сегмент имеет диаметр 110 миллиметров. Средний сегмент имеет диаметр 90. А уже по высоте идут на 80. Вот так вот они выглядят. При этом топочное пространство у печи, объем топочного пространства очень большой. Сама печь более 50 сантиметров в длину. Дверной проем очень большой, что позволяет подкладывать дрова большого диаметра. Ну и с учетом длины дровишки будут где-то около 50 сантиметров. Если необходимо увеличить объем топочного пространства, то можно извлечь колосниковую решетку и не использовать ее. В печи установлен отсекатель пламени, который способствует исключению вылета искры с дымоходной трубы и обеспечивает равномерный нагрев печи. Первый сегмент устанавливается в пазы. Далее мы его фиксируем. Вот такая высота дымоходной трубы будет у этой печи. В дальнейшем устанавливать лучше в палатке, потому как камера уже не покажет эту высоту дымоходной трубы. Это надо камеру отнести куда-нибудь подальше. Я думаю, так понятно из-за количества вот этих состыковочных сегментов, какая высота трубы. Сама печь поставляется в корпус печи в таком виде для всех палаток линейки Тентипи. Естественно, по индексу палатки подбираются сегменты дымохода, их количество. Забыл установить. Наверх устанавливается защита от искр. То бишь высота еще будет больше. Давайте посмотрим, как устанавливается защита тканей палатки. Вот такое своеобразное оригинальное решение было придумано. В то же время компактное. Можно сложить и вынуть. Устанавливаем устопогрепитель. Накидываем крючочек. И вот так вот регулируем. Процесс регулировки очень гибкий. Мы передвигаем по звеньям цепочки и фиксируем. После того, как мы подобрали по высоте, где будет решетка располагаться в выпускном клапане палатки, мы уже дальше устанавливаем на сегменты дымохода оставшиеся сегменты. Эта печь может использоваться в палатках любых производителей. Необходимое требование – это потолочная разделка для сегментов дымохода. Друзья, спасибо за просмотр данного видео. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!